В последние числа января 2021 года международный телепроект «Кубок дружбы» в четвертый раз собрал самых талантливых конкурсантов из четырех стран – всех областей Республики Беларусь, 53 городов и населенных пунктов. В состав членов жюри всех конкурсных дней вошли заслуженные деятели искусств, магистры искусствоведения, эксперты в различных областях культуры и искусства. На праздники танцевального творчества победными стали выступления образцового ансамбля танца «Полисяночка» – ансамблей классического и эстрадного танцев «Вдохновение» и «Ассорти» детской школы искусств номер 3. О тех, кому рукоплескала жюри и многотысячная зрительная аудитория во время трансляции конкурса на ютубе, наш корреспондент Наталья Шестакова. По масштабам этого красочного и неповторимого во всех отношениях праздничного марафона можно судить по кадрам. В конкурсной программе приняли участие более 30 коллективов со всей Беларуси. Было представлено более 100 конкурсных номеров. Прослушивания, которые длились 8 часов подряд, транслировались по всему миру на ютуб-канале. Зрелище поистине грандиозное и по количеству участников, и по высоте их исполнительского мастерства. Тем значимее победы, одержанные юными дарованиями нашего города. Творческими коллективами детской школы искусств номер 3, ставших лауреатами международного телепроекта «Кубок дружбы». Лучше всего о своих достижениях расскажут сами участники танцевального марафона. Средняя группа образцов в ансамбле танца «Полисяночка» под руководством Ирины Бурван и Ольги Кулешевич завоевала звание лауреата второй степени в категории «Народный танец». Мы давно никуда не выезжали, но наконец-то это произошло, и мы попали на конкурс «Кубок дружбы». Мне очень нравится танцевать на большой сцене, потому что это очень весело и очень приятно. Мы все время репетировали, чтобы поехать на конкурс. Каждый день репетировали в позднее время, чтобы добивались чего-то нового. Когда мы сидели в концертном зале, было очень много номеров, у всех были красивые яркие костюмы, и нам очень понравилось. Но мы не затерялись и оказались лучше всех. Перед выходом на сцену нам было очень страшно, но я хочу выразить огромную благодарность нашим учителям Кулешевичу Ольге Ивановне и Бурману Ирине Николаевне за то, что они нам помогли справиться с этими волнениями и поддерживали нас. Эта поездка для нас была очень волнительная, ведь наши педагоги вложили в нас много сил, и мы просто не могли подвезти их. Когда было награждение, мы все очень ждали, какого у нас места, у нас были счастливые эмоции, и даже у некоторых девочек были слезы радости. Нам очень понравился этот конкурс, и мы хотим приезжать туда вновь и вновь, чтобы показывать нашу школу с лучших сторон. У нас были очень красивые костюмы, шопеновки зеленые, и мы очень смотрелись в них красиво. Ансамбль классического танца «Вдохновение» под руководством Тамары Литвинович получил звание лауреата третьей степени. Постановка Ирины Бурван и Ольги Кулешевич отмечена званием лауреата второй степени. Улыбками своими, своим обаянием, своей музыкальностью, своим артистизмом они покорили зрителей и были удостоены диплома лауреата второй степени. За что мы очень благодарны нашим детям и, конечно же, родителям, которые нам оказывали невероятную помощь в подготовке наших участников. У нас были серьезные соперники. Это балетные школы, это образцовые ансамбли танца, это заслуженные коллективы Республики Беларусь. Поэтому мы очень-очень старались. Творческие достижения – это всегда 10% таланта и 90% труда. За каждой победой стоит неимоверный труд детей и педагогов. В категории «Классический танец» ансамбль классического танца «Вдохновение» в составе «Вакульчик Полины» Бойчиковой Марии Коробович Софии завоевал звание лауреата второй степени. Конечно, мы очень серьезно готовились, потому что, как показал конкурс, были очень серьезные конкуренты. Много было школ знаменитых, минских балетных, и с ними очень тяжело, конечно, соревноваться. Но мы рады своим успехам, достижениям. Были очень серьезные соперники из балетных школ города Минска. Мы трудились над этим, волновались, но когда выступили на сцене, стало легче. Мы отдали всю душу зрителям, мы просто порхали на сцене, и нам это понравилось. Ансамбль классического танца «Вдохновение» мы представляли вальс из балета «Корсар». Мы стали лауреатами третьей степени. Кубок дружбы – это замечательный телепроект, когда мы можем показать себя, открыть себя другим и вылить всю свою энергию в танец. Солистки ансамбля эстрадного танца «Ассорти» Варвара Замойская и Яна Тумилович завоевали звание лауреата первой степени. Работа педагога Екатерины Нинадовец для младшей группы ансамбля эстрадного танца «Ассорти» получила звание лауреата в третьей степени и второе место по итогам СМС-голосования. И мы первый раз поехали от хореографии школы куда-то выступать. И мы очень хотим еще ездить и занимать первые места. Нам очень понравилось и мы хотим дальше побеждать. Нам очень понравилась эта поездка. Мы будем ездить, покорять мира и занимать самые лучшие места. Я готова покорять мира и стоять у станка каждый день и учиться. Спасибо вам, что такое, нашему губердогому Екатерине Владимировне! Лауреатом третьей степени стала средняя группа ансамбля эстрадного танца «Ассорти». А старший состав под руководством Ирины Савченко удостоен звания лауреата первой степени в категории «Современный танец». Поскольку велась онлайн-трансляция, у нас была огромная зрительская аудитория, и мы чувствовали их поддержку и слышали их аплодисменты. Мы много усердно старались, и наши репетиции не пропали даром. Мы танцевали в номинации «Современная хореография» с танцем «Вместе навсегда», который нам поставил наш классный руководитель Савченко Ирина Николаевна. И танец наш оказался лучше всех. Наш танец «Вместе навсегда» нашел отлик в сердцах наших зрителей. Мы отстояли честь не только нашей школы, но и нашего города Пинска, который по праву является танцевальной столицей Полесья. Субтитры создавал DimaTorzok